Сегодня в Казанском Кремле будут сыграны первые партии суперфинала Чемпионата России по шахматам. В нем участвуют гроссмейстеры, победители Олимпиад. Призовой фонд турнира 7 миллионов рублей. На его открытие побывала Зиля Гарипова. Шахматы, спорт или искусство? Открытие суперфинала в Чемпионате России в этом виде в очередной раз доказывает. Такой границы уже давно не существует. Шеребьевка турнира проходит в стенах Казанской ратуши. А свой порядковый номер участники достают из тюбетеек, элементы национального костюма татар. Суперфинал Чемпионата страны – главное событие в календаре российских шахматистов. В двух турнирах отдельно у мужчин и женщин примут участие 20 человек. Общий призовой фонд 7 миллионов рублей. В качестве действующего чемпиона защищать титул в Казань приехал Петр Свидлер. Олимпийский чемпион признается, находить стимул на все новые победы ему помогают дети. Один из моих парней ей сказал, а вот восьмикратным было бы неплохо, ведь правда? А это такая инструкция, это же не просто замечание в воздухе, все, это твои дети, это в некотором смысле инструкция. Первые награды нашли своих героев уже на открытии турнира. Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени за победу на Всемирной шахматной олимпиаде из рук помощника президента России Игоря Левитина получила Валентина Гунина. Высокий уровень участников турнира в своем выступлении отметил и почетный голос от открытия президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов. Казань не только столица мирового спорта, здесь и универсиады, многие-многие международные спортивные события проходили, ну и также шахматные. Здесь и претендентский турнир, и женские турниры, и поэтому Казань – это столица также мировых шахматов. Возвращение суперфинала страны в Казань совпало с памятной датой в истории развития шахмат в Татарстане. 120 лет назад в Казани открылся первый шахматный клуб. Вообще уровень очень высокий, потому что школа хорошая у нас. И то, что мы сейчас поддерживаем и проводим, это очень и очень важно. Мы должны эти традиции продолжать. Турнир в Казани, кроме своей спортивной составляющей, имеет и культурную. Проведение суперфинала в чемпионате страны – это продолжение проекта «Шахматы в музеях». Впервые эта идея появилась в Москве. В 2012 году матч за мировую корону прошел в Третьяковской галерее. Далее были русский музей в Санкт-Петербурге и парижский Лувр. Участники этого суперфинала «Бороться за победу» будут в галерее Хазине – музее заповедника «Казанский Кремль». Зиля Гарипова, Адель Миндубаев, Вести, Татарстан.